Добро здоровиться уважаемые посетители канала как картиночка кстати записываю записываю я на вот эту камеру видите какая камера она тут приближает удаляет закрыто вот так вот делает вот обычно я записываю видите у меня тут четыре этих камеры вот на такие камеры обычно это качество сравните между делом между делом сравните как качество а теперь как говорится светоч вот в чем светоч заключается сейчас он прольет свет и я думаю некоторые из вас поймут вот смотрите пользователь почти все болезни вылечил а хронический бронхит вылечить пока не могу хотя пьют алую воду три года пьет алую воду голодать мне больше трех дней нельзя я ветер то есть индивидуальная конституция ветка а этого мало для излечения бронхита и как быть дальше я в тупике как говорится ничего удивительного нету ничего удивительного нету в том что смотрите хронический бронхит для того чтобы происходило отторжение мокроты а человек так знаете вот я так понимаю у него больше наверно сухой кашель и трудно ему от кашляться в организм человека имеющим индивидуальную конституцию вверх ветра он пересушен а для того чтобы работали вот эти вот все слизистые слизистые бронхов особенно они должны быть ну будет выделять слизь работали вот эти вот ворсинки разного рода которые бы эту слизь выбрасывают а здесь слизистые не могут толком выделять эту слизь значит не работает вот этот вот механизм и естественно хронический бронхит человек не может от от кашляться и так далее так далее и вот светоч проливает свет это я уже вам суть сказал что у человека у которого имеется жизненная конституция ветра то есть она преобладает у него в организме повышенное количество сухости и холода это очень важно понять сухости и холода которые подсушивают слизистые и не дают им нормально работать поэтому надо бы убрать эту сухость и холод а что он делает пока не могу хотя хотя пью талую воду три года ну и что он делает вот этой талой водой он еще больше то есть это холодная вода идет если там лед плавает то есть это температура воды где-то примерно 23 градуса плюс он еще больше охлаждает организм то есть он застрял три года три года он застрял в этом состоянии и более того он его поддерживает приемом талой воды надо понимать в каких случаях и как действует талая вода в данном случае она лишь усугубляет заболевание переводя его хроническую стадию дальше голодать мне больше трех дней нельзя я ветер голод что делает голод голод также вносит сухость и холод в организм таким образом этот человек думаю что он оздоравливается с помощью вот этих применять талую воду и голодание на самом деле он просто-напросто усугубляет свои заболевания если вот почему он почти все болезни вылечил если были какие-то отклонения на которые прекрасно влияет талая вода на которые прекрасно влияет голодание это совсем другое она все поработала все сделала но но любое средство вот смотрите организм я часто показываю он должен быть вот в этом состоянии то есть вот это его рабочее состояние он чувствует себя прекрасно когда человек болеет он обычно сдвигает это состояние суда и вот он и на применяя оздоровительные средства движет 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 его только раз и вошел в норму думаю о буду применять и дальше ту же талую воду тоже голодание применяет и потихонечку начинает сдвигать его суда и получает совершенно иные заболевания которых у него ранее не было и человек в недоумении как же так вот здесь это помогало здесь я тоже самое делу а получается совершенно иной и далее далее чтобы я вам хотел сказать вот я как раз начал делать свой травник и вам изложил как говорится знаете не в бровну а прямо вот 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 прямо прямо вот сюда а то а прямо вот сюда вот в глаз вот в глаз я начал делать свой травник и самую последнюю траву которая и еще не сделал ну просто ее выложил так сказать черновом варианте это солодка и оказывается что солодка способствует тому что за счет своих вот этих вот особых свойств которые позволяют на лучше вырабатываться вот этой вот слизи и откашливаться она способствует тому что вот как раз лечит вот эти вот как вернее помогает нормализовать слизистую бронхов слизистую значит легких и за счет этого значит идет лучшее отторжение мокроты нормализуется вот эта вот функция которую выделяет слизистых и человек оздоравливается то есть вот как раз вот этому пользователю юзер ас 9 уд5 gr1 w следует как раз вот посмотреть мой видосик видосик это мой травник солодка и внимательно прослушать где я об этом говорю плюс может самостоятельно посмотреть и найти как и что применять для того чтобы чтобы вот этот хронический бронхит исчез при этом опять таки важно понимать что вот эти средства допустим талая вода голодание что они делают что вы хотите с помощью их сделать если вы это сделали то дальше не продолжайте это делать думая что они и вот то там что то сделать они просто напросто начинают перевозбуждать ваш организм отклонять его в другую сторону вызывая соответствующие заболевания что бы я еще хотел сказать у меня есть такая книжечка индивидуальная конституция и 4 группы крови я там рассказываю в основном об индивидуальной конституции оказывается в зависимости от того какую индивидуальную конституцию имеет человек он за счет вот этих особенностей своей индивидуальной конституции он предрасположен к возникновению сначала тех или иных отклонений в здоровье а потом появление на основе этих отклонений болезней и хронических болезней это все определяется индивидуальной конституцией при этом индивидуальная конституция как бы сказать является предрасположением а вот что именно способствует будет ли возникать эти отклонения и дальше значит недомогания заболевания это уже относится к образу жизни а именно какую пищу он ест если допустим человек будет используя там живучую пищу а у него индивидуальная конституция желчная то у него сначала есть жога будет а потом начнутся проблемы с желудочно-кишечным трактом у него начнутся проблемы с кровью с печенью у него начнутся проблемы со зрением и в конце концов у него и характер испортится если же человек с индивидуальной конституцией ветра в холодное время года будет использовать талую воду будет голодать тем самым он нарушит у себя нормальное пищеварение начнет мерзнуть появятся проблемы с суставами если человек с индивидуальной конституцией слизи начнет кушать сало кушать каши с салом картофанчик пить там молочные продукты вот это ну употреблять молочные продукты то естественно он наберет помимо того что веса он наберет он приобретет заболевание связанное с закупоркой там сосудом приближится к сахарному диабету и вот вот так примерно будет поэтому зная индивидуальную конституцию мы используем различные здравительные средства как своего рода инструмент который используем вот здесь мы его используем и он нам помогает потом а вот этот берем используем он нам помогает и вот этот нельзя вот сказать вот так что допустим ага голодать я там буду и это у меня все вылечится в некоторых случаях как в данном в данном случае происходит совершенно наоборот то вроде бы средство голодание которое должно помочь нам при хроническом бронхите она оказывается просто напросто его еще более может усугублять талая вода которая прочищает сосуды чистить нам почки растворяя разного рода соли содержимое оказывает тоже вот такое может действие подсушить и у вас важно понимать перестанут работать вот те нежные слизистые оболочки которые должны в данном случае в легких вот так вот работать они не работают вот такие вот вещи вам осветил светоч как вы такой информации готовы или не готовы мы готовы мы готовы по поповой ну и так далее да песенка там такая есть ну что доброго здоровья вот так вот все